Сладкие газированные напитки, содержащие огромное количество сахара. Вот такая баночка содержит 2 столовые ложки сахара. А банка одного еще напитка, я слышал вообще, не банка, а бутылка 0,5, содержит 16 ложек сахара. 16 ложек сахара, да. Да, Данамич. То есть они, как правило, очень высоко сахаросодержащие. Белый пшеничный хлеб. Никакой пользы, сплошные углеводы, как прямые, так и непрямые. Рафинированная, да, вот эта мука у них? Да, 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 да. Пироженки, сладкое и жирное в одном лице. И, конечно, алкоголь, который, в принципе, разрушает нашу сосудистую систему, в том числе и сосуды головного мозга. Я думаю, что это каждый первый употребляет. Ну, я думаю, что да. Один из каких-то факторов. Один из этих продуктов употребляет, наверное, каждый человек. Все пьют алкоголь, но все едят белый хлеб, все едят пирожные и все пьют газирок. И для того, чтобы разобраться с этой проблемой, я хочу пригласить в студию Ольгу Ивановну. Добрый день. Рациональное употребление углеводов снижает риск болезни альтгеймера. Голубинская Ольга Ивановна. Врач-невролог, психотерапевт, эпилептолог, кандидат медицинских наук. Здравствуйте. Добрый день. Ольга Ивановна, добрый день. Действительно ли существуют диеты, которые могут способствовать или препятствовать развитию старческой деменции? Мы уже говорили о тех напитках, которые содержат очень много сахара и фруктозы. Иногда, говорят, даже там превышается это количество. И были показаны такие исследования, что даже здоровые люди, употребляющие очень много содовой или газированной воды, потом им проводились тесты когнитивные, показано было, что они глупели, и результаты тестов были плохие. Давайте как раз посмотрим. У нас есть сюжет. Американские ученые заявили, что сладкая газировка ведет к атрофии мозга. Специалисты из Бостона сделали выводы на основе десятилетних наблюдений. В эксперименте приняли участие 4000 человек старше 30 лет. Медики на протяжении всего этого времени фиксировали изменения состояния сердца, сосудов добровольцев, а также их интеллектуальных способностей. Оказалось, что у любителей газированных напитков риск возникновения инсульта и развития старческого слабоумия в три раза выше, чем у других. Кроме того, поклонники содовой чаще страдают из-за плохой памяти вследствие уменьшения объема мозга, а именно гиппокампа, отвечающего за память. Я думаю, что нам сперва нужно начать вообще с нормы, потому что без сахара все равно жить невозможно. Давайте посмотрим, каковы же на сегодняшний день существуют нормы, кстати, рекомендованные Всемирной Организацией Здравоохранения. Итак, для женщин это 25 грамм прямых углеводов, а для мужчин 35 граммов в день. Это всего-навсего, друзья мои, 5 маленьких кусочков сахара для женщин и 7 маленьких кусочков сахара для мужчин. А почему? У женщин и так жизнь сладкая? У мужчин обмен веществ интенсивнее, поэтому им нужно больше. Мы говорим о том, что, конечно, есть наследственная предрасположенность. Человек с подмоченной генетической репутацией начнет много употреблять газированных напитков. То, что происходит у этого человека? Мозг из объема нормального, он атрофируется и уменьшается в размерах. Происходит атрофия коркового вещества, то есть он становится в разы меньше. Происходит уменьшение тех клеток, которые отвечают за память. И у человека уходит личность, уходят повседневные тонкие функции. Первыми симптомами может быть даже не обязательно расстройство памяти, а расстройство настроения. У нас тоже есть на это картинка очень наглядная, для того, чтобы это было доступно. Вот человек кушает сладкие, например, пончики. И вот этот сахар проникает в сосуды, кровь кровоснабжает головной мозг, и происходит повреждение, прежде всего, микрососудов головного мозга и, соответственно, нейронов функционирующих. То, о чем вы говорите, Ольга Ивановна. То есть масса функционирующих нейронов у нас уменьшается. И что самое страшное, например, в Америке каждый третий умерший человек – это с болезнью Альцгеймера. Но, к сожалению, не только сахар повреждает наши клетки головного мозга. Есть еще некие продукты, недостаток которых может вызвать тоже прогрессирование старческой деменции. Давайте посмотрим. Ну, повышение уровня сахара в сыворотке крови, про которую мы с вами сегодня говорим. Это первая причина, конечно. Дефицит йода. Наш ученый с вами Павел Флоренский, это священник, когда он был сослан на Соловке, он и открыл вот это состояние йода-дефицита. И считается, что в районах эндемичных по недостатку йода дети рождаются с креатинизмом, снижается уровень IQ, очень сильно нарушается умственная способность таких детей. Обязательно в тех регионах, где есть недостаток йода, употреблять йодированную соль. Это первый и самый простой продукт, который нужно включить в свой рацион для профилактики дефицита йода. Смотрим, что еще. Дефицит витаминов группы В. Витамины группы В применяем, когда у человека есть алкогольная энцефалопатия. У таких пациентов, когда они приходят, первое, что делают врачи-наркологи, сначала капают дезинтоксикационную терапию, а потом массированно вводят витамины группы В. Если мы это не сделаем, мы можем получить пациента... Это с психическим нарушением, с умственными нарушениями, вплоть до галлюцинации и так далее. Витамины группы В очень важны в этом процессе. Недостаток витаминов группы В определяется не только у людей, злоупотребляющих алкоголем. Очень модная диета безглютеновая. Фактически исключение пшеничной муки, бобовых, где, собственно говоря, и находится основная масса витаминов группы В. А те, кто отказывается от мяса, давайте вегетарианство захватим еще. Отказ от мяса, он также способствует развитию слабоумия, потому что мясо содержит необходимые аминокислоты. Аминокислоты животного происхождения, которые встраиваются в нейроны нашего головного мозга и, собственно говоря, способствуют их более долгому функционированию, более длительному. Ну и еще одна причина – дефицит магния и кальция. Но это уж прям не напрямую повышает риск слабоумия, просто эти микроэлементы, как правило, находятся в правильном рациональном питании. Чем питаться-то? Вот здесь у нас на графике приблизительный рацион ежедневный. Вот у нас 45-65% так называемые длинные углеводы. Это крупы, это отруби, это фрукты, это цельнозерновой хлеб и макароны из твердых сортов пшеницы. 20-35% – это те самые ненасыщенные жирные кислоты, это растительное масло, авокадо, орехи. И только от 10 до 35% в рационе должны составлять продукты животного происхождения, такие как, например, мясо или курица. Продолжение следует...